29 мая стартовала третья международная научно-техническая конференция «Химические методы увеличения нефтеотдачи. Отраслевой вызов». Открытие и первый день прошли в зале отеля «Ривьера». В начале мероприятия по традиции с приветственным словом выступил проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Данис Нургалиев. Он рассказал участникам конференции о старейшем вузе страны и поделился успехами своего направления. «Сегодня это очень актуально, совершенно актуальный вопрос. Это связано с тем, что, во-первых, нефти все тяжелее и тяжелее, добывать их тяжелее и тяжелее. И применение химии позволяет облегчить, войти в экономику, потому что, например, вязкие нефти, нефтеплотных коллекторов, всякие процессы, которые происходят при добыче нефти, их надо фиксировать, управлять ими. Поэтому химия здесь играет сегодня огромную роль». Ежегодно конференция привлекает все большее внимание международного научного сообщества. Так, в этом году участие в мероприятии приняли порядка 170 представителей из 12 стран, среди которых Иран и Китай. Форум имеет не только широкую географию, но и насыщенную образовательную программу. Во время конференции участники не раз будут взаимодействовать с коллегами узких специальностей отрасли, а также послушают 56 докладов. Отметим, что международная конференция будет проходить три дня, в ходе которых обсудят вызовы, стоящие перед отраслью. «В первую очередь здесь хочется отметить о разработке в области специализированных химических реагентов для повышения нефтеотдачи. В рамках университета созданы лаборатории, в которых разработаны новые составы. Они помогают повысить нефтеотдачу для осложненных условий, для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. И сегодня мы уже не только делаем это в лабораториях, но и уже выходим на пилотные испытания этих реагентов на месторождениях Российской Федерации». Пожалуй, ключевым событием этого дня стало подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Иранским университетом имени Аламет Абатабаи. Со стороны Казанского федерального университета документ подписал проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Данис Нургалиев. Данное соглашение поможет в развитии химической отрасли, добыче нефти и в нефтегазовой отрасли в целом. Аделина Абдрахманова, Николай Суховский, Универ Новости.